У нашей съемочной группы появился шанс заглянуть в будущее, точнее в архитектурное будущее столицы Чувашии. И никакой машины времени при этом не понадобилось. Подробнее Ольга Пырочкина. Вполне вероятно, что именно так в недалеком будущем будет выглядеть, к примеру, пригород Чебоксар, а так самый современный гостиничный комплекс столицы нашей республики. И не важно, что автор этих грандиозных проектов пока еще учится в школе. Я хочу, чтобы эту мою идею выполнили в реальности, построили в городе Чебоксары, чтобы этот гостиничный комплекс привлекал туристов. Я работал с бумагой, картоном. Бывали такие моменты, что я приходил домой поздно и начинал вечером все делать под ночь. Там до часу, до двух сидел. Диму, как и полсотни других ребят, решили подкинуть свежих идей нынешним городским зодчим и поучаствовали в конкурсе, который приурочили к 550-летию Чебоксар. Некоторые таланты не обошлись без помощи старшего поколения. Вот пример такого творческого союза – вариант реконструкции парка «Лакреевский лес». Проектные организации над такими задачами бьются несколько месяцев, ну а в данном случае уложились за пару дней. Главная задумка и центр композиции – лабиринт из живых растений. Мне очень понравились идеи, которые бывают в лунопарке в Париже. Особенно, скажем, как раз вот именно живой лабиринт из растений, где, ну, он рассчитан на то, что, так скажем, дети могут спокойно бегать. Я вырезал деревья, камни сыпал, горбку делал, мост. Обычные кусочки пластика, виролайта, пленки. Ну, была небольшая вот работа над рисунками. Илья, как профессиональный архитектор, показал свою задумку не только снаружи, но и в разрезе. Этот дом я построила, чтобы по ему макету сделать настоящий дом. У меня дом двухэтажный. На первом этаже у меня кухня, столы, стульчики и кухонный гарнитур. На втором этаже у меня зал, кресла, диваны. А вот на третьем – это как бы мансарда. Возникла идея провести конкурс будущих строителей, архитекторов. И поэтому городской конкурс мы назвали, что нам стоит дом построить. Ребята участвуют в трех номинациях – городская архитектура, городская среда и индивидуальный жилой дом. Ну, а сами работы очень интересные и знаменательные. То, что, наверное, может быть, с таких маленьких работ и будут новые проекты в столице нашей республики. Для данных проектов совершенно неважно, какая будет смета. Здесь нет капризных заказчиков. Иными словами, никаких границ для творчества. И это, пожалуй, самое важное, что отличает юных архитекторов от взрослых. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.